всем большой привет на сегодня у нас все процедуры закончены мы свободны сейчас немножко ребенок поразвлекается на детской площадке и по дороге домой зайдем на вал берез заберем наш заказ любитель канатов и веревочек все накатался я сегодня специальные мутри кошки надела чтобы не горячо было на горке кататься знала что он захочет на площадку девочки поделюсь с вами покупками с фалбери забрала японскую мочалку не знаю я такой не пользовалась попробую целлюлит разгонять будем отгонять от себя мешки кондитерские размер мешков на кондитерские мешки мне дали гарантийный талон понятно так вот все серьезно перчаточки также пришла кондитерская насадка она была в пакетике вот в такой баночке это очень удобно насадка 1 b или 1 в если по-русски читать у меня такая насадка есть это вообще идеальная насадка для кремовых шапочек на капкейке для зефира для безешек но так как я с собой и не взяла конечно же а мне она очень сильно понадобилась ну вот приспичило мне сделать зефир без сахара собственно для этого и пакетики но мне в любом случае кондитерские мешки нужны были вот такие особенно большие у меня там по-моему два или три штуки дома осталось я бы их в любом случае покупала и еще пришли вот такие вот маечки ваньки ой как бы мне не ошибиться в личном кабинете посмотрю сколько стоили вот эти вот четыре маечки то ли 770 то ли 800 для четырех вот таких вот маечек трикотажных это вообще халяву но я считаю так размер 122 взяла но я также сейчас на ваньку и беру вани рост сейчас 118 я беру всегда ну 122 про запасик немножко про запасе расцветочку я сейчас покажу там расцветка но продавец сразу предупреждает что расцветка рандомно присылается то есть 4 майки картинки могут быть разные и я так подумала знаете когда заказывала подумала что если вдруг расцветка какая-то такая стрёмная придет ну на огород пойдет носить ребенку но мне повезло мальчик даже очень хорошенький и по цвету и рисунок на лето самое то за такую цену даже если он где-то из возюкается и какие-то пятна не отстираются не жалко размеры там если я не ошибаюсь лет до 12 есть но вот этот 122 на семилетку бирочки мы сразу отрежем и стиральную машинку отправим там у меня как раз под накопилось полотенце этом решила постирать все так вот это что такое то бумажка тоже отлипе ну вот видали увидел новые маечки постирать значит ну давай ты померишь хорошо ты померишь но потом мы их постираем ой ну идеально не знаю как после стирки себя поведет ну на 40 постирали и посмотрим немножко геля и запускаем на 30 минут достаточно ну вроде все нормально ну и ладненько ну и так как у нас принципе для зефир это все есть почему бы и не попробовать его сделать насадку я помыла протрем подготовим сразу ты со мной будешь готовить все пока в сторону из важных ингредиентов агар-агар и ксантановая кометь и то и другое я покупала на валпикс еще когда была дома ну вот как-то у меня не доходили руки до зефира а когда собирались сюда в самару я думаю ну там то я точно найду время чтобы сделать ребенку зефир у нас будет вишневый зефир я сразу чашу блондера и пробиваю процеживаю пюре добавляю воды вообще не это зефир делаю впервые не знаю что еще получится рецептик на ю тубе нашла и вот решила попробовать сахарозаменитель я буду использовать аллюлонов ну и сюда же агар-агар ставим эту замечательную смесь на плиту так как чашки у меня нет здесь подходящий я буду делать все в кастрюле белок там рецепте еще указана лимонная кислота у меня тоже нет я добавлю щепотку соли стабилизатор так пока варится еще минутки две точно будет вариться пюрешка начинаем взбивать белок стабилизатор стабилизатор Продолжение следует... Очень быстро, прям мухой, переносим в кондитерский мешок. Я и я... И ты, и ты. Я и я... Опа. Отпрашиваем на пергамент. Так, ну это, наверное, слишком крупненькие. Надо Ванюшу помельче сделать. Таких малышей. Еще звездочки отсадим. Опа. Не очень звезда получилась. Вот это нормальные звезды. Ты будешь? На, тоже попробуй. Вот. Выдавливай. Еще. Вот сюда прям нажимай пальчиками. Вот. Прикольно. На, еще тут осталось. Выдавливай сюда. Вот так, пальчиками дави. Вот, молодец. На, будешь? Попробуй. Пробовать я, нет, не буду. А вот тихорца, чтобы никто не видел, облизнул. Ну пусть застынет чуть-чуть, сынок. Сейчас застынет, и все тебе достанется. Терпения нет вообще. Ну это как кот у сметаны. Так и будет крутиться здесь. Ваня, дай они застынут. Вот, на, бери. Времени, конечно, прошло еще недостаточно. Но, девочки, давайте, наверное, я покажу. Потому что вот это мой дегустатор, который под видом, что я просто посмотреть, уже подкрадывается к самым красивым зефиркам. Сейчас соединю. Вот такой зефир. То есть прошло у меня буквально, ну, минут 30. Для полной стабилизации, конечно, этого недостаточно. Но не липнет к рукам. Мне очень понравился этот вариант. И на вкус сдержанно сладкий, я бы так выразилась. Конечно, можно послаще сделать, кому как-то нравится. Но попа от такого зефира точно не слипнется. И нигде ничего не отложится. Кстати, у этой девушки на канале, где вот я зефир подсмотрела, у нее там есть и рецепт на альбумине. Ну, и внутри я покажу на вот этом завитке. Такой вот там. Ну, еще раз повторюсь, то, что недостаточно времени прошло для стабилизации зефира. Вот. Хранить нужно в контейнере в холодильнике. Но я пока здесь оставлю. Пусть лежит. Потом уже вечером, если что-нибудь останется, то в холодильник переложу. Мы сейчас с Ванюшей гуляли по большой улице, где много машин. Увидел там мотоцикл полицейский, еще и с мигалками. Так он его заинтересовал. Он прям голову чуть не свернул. И проходим мимо кустов. Ну, по тротуару идем. Проходим мимо кустиков. Там такой проулочек. Как он заметил, я не поняла. Он пальцем показывает мне в этот проулок и туда руль поворачивает. Я говорю, ну ладно, пошли туда, в этот проулок. Как он увидел, я не знаю. То есть, ну, я не заметила. И мы в этот проулок заворачиваем. А там наш дом. Вон он как раз. Идем, идем. Вот мы идем на детскую площадку. Я не останавливаюсь, не волнуйся. Там сейчас визит, то что я остановилась. Я же сказала, что мы идем на площадку. Вот как раз здесь площадка в этом дворе хорошая. Ну, вот сразу песни у Ваньки. На площадку, да, Вань? На площадку идем. Там такая горка хорошая, с пиралькой. Хорошая вот эта площадка. Мы здесь часто бываем. Мы усиленно ищем рулетку. Фикс прайс сейчас пойдем. Ну, или хотя бы линейку. Я чуть позже объясню, зачем нам рулетка или линейка. Что мы собрались измерять. Пока мы в поисках. Либо я не вижу, либо здесь нет. Здесь повнимательнее надо посмотреть. Мы нашли рулетку. И еще Ванька выбрал гудок. Теперь нужно, чтобы его прикрутить, нужна отвертка. Вот такой набор взяли. Здесь и крестовая по 79 рублей. И обычная. Ванька еще тут игрушек себе набрал. Игрушки, которые мы с собой взяли, изрядно уже ребенку поднадоели. Поэтому мы тут немножко закупились. Ванька выбрал в фикс прайсе. Боулинг. Такой вот. Болтики и гаечки. Мы тут уже раскрыли. Мы вообще заходили потом в кафешку посидеть маленько. И там он попросил меня раскрыть вот такой вот набор. Игровой набор с зайкой. Тут у зайчика горка, качелька, мотоцикл или велосипед. Этот набор он магнит-косметик увидел. Я думала, он выберет машинку. Нет, выбрал вот этот вот игровой набор. Если честно, я удивилась. Но ребенка он заинтересовал, и меня это радует. Какая-никакая, но вот ролевая игра. Зайчик играет на площадке. Прямо как Ваня. Мы, кстати, сегодня три площадки обошли. Он на всех качельках по одному разу покатается на каждой площадке. Садится на велосипед, и мы уезжаем. Взяла еще тесто для лепки. Ну и пазлы так время убить. А то я смотрю, к игрушкам, которые мы с собой взяли, вообще уже не подходит. Они ему уже не нужны. Скучновато ребенку стало. Но вот немного веселье прикупили. Болтики, кстати, у него такие были. Но я смотрю, здесь еще вот такие вот детальки. То есть соединяет между собой. Здесь вот показано. И можно делать фигурки. Но он и сам, в принципе, выбрал. И я думаю, полезно будет для моторики. Ванька, накупался и ищет свои игрушки. Мам, ты куда делай игрушки? Ну, так-то я думала, что мы сегодня пораньше спать вяжем. Нам завтра вставать. Нам завтра в клинику к девяти. То есть встать с Ванюшей надо в семь. Мне еще раньше. Молодец. Все сбил. Молодец. Ой. Прям так издалека. С разбегу. Вот. Страйк. Все. Да. Теперь страйк. Ох, зря мама все это здесь перед сном разложила. Надо было спрятать, пока он плескался там. И завтра бы достать хотя бы часть. Сейчас пока все не пересмотрит, то переберет. Спать не пойдем. Все? Нет. А, я перегу. А, одна еще осталась. Деталька неоткрученная. Все. Пойдем спать? Нет. Тесто надо убрать, чтобы лепить не начал. Спасибо. Продолжение следует...